Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работают Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. С нами на прямой связи по скайпу. Сегодня журналист из Нью-Йорка Сева Каплан. Здравствуйте. Здрасте, Анна. Здравствуйте, Вадим. Рад вас видеть снова. И прошу прощения, что опоздал. У нас, как вы знаете, прошел шторм. Да, и вот как у вас там сейчас дела в этом смысле? У нас вокруг моего дома, я живу на высоте примерно 65 этажей над Гудзоном, валяются поваленные деревья, просто сотни поваленных столбов осветительных, спорадический интернет, во многих домах нет электричества, все запружено полицейскими машинами, причем силенок на ремонт инфраструктуры явно оказалось недостаточно. То есть Нью-Йорк подвергся такому серьезному испытанию в очередной раз, можно так сказать? Это самое серьезное после урагана Катрина, который был лет 8 назад. Да. Ну, мы сейчас поступают новости в том числе вообще в целом из США, о том, что экономический обвал в США, о том, что там ВВП упал на 32,9%. Такой шторм в экономике. Экономический такой шторм получается. Как вы это все видите изнутри, как оцениваете это происходящее, вообще экономическое положение, насколько оно плачевно? Вы знаете, вот экономика – это удивительная социальная отрасль знания, о которой судить задним числом мастеров полно, а предсказать, что будет завтра, совершенно невозможно. Вот, скажем, с основной частью экономики является сток-маркет, который у нас развел так, как не было никогда. Средний инвестор в биржу в феврале потерял порядка 40-50% своих инвестиций, то, что у нас называется пенсионным портфелем. А дальше должно было быть хуже, кажется, из-за пандемии. Но вот этот хаос привел к тому, что называется, я не знаю, как это по-русски, волатильность. То есть рынок, я не предсказуем, сегодня вверх, завтра вниз, и в это время маленький инвестор попер в сток-маркет. И в результате маркет вернул все. То есть люди вышли на тот же уровень, который у них был в феврале, но маркет – это не экономика. А экономика у нас, конечно, в эфире таких слов не говорят, достаточно глубоко. И цифра ваша совершенно правильная. Это главная кручина нашего президента, потому что он обещал, что сделает страну великой, но в силу разных обстоятельств и вирус, в том числе, ему это сделать не удалось. Так что это не демократы, а ситуация с экономикой – главный фактор, который может помешать Трампу остаться на второй срок. А Байден? Насколько это серьезный конкурент для Трампа сегодня? Байден настолько же серьезный конкурент, как альтернатива Трампу, как в свое время Трамп был серьезным конкурентом, как альтернатива Хиллари Клинтон. Но, опять-таки, как с маркетом, так и с политикой бывают вещи непредсказуемые. Но ведь тогда никто, даже те, кто поддерживал Трампа, в общем-то не ожидали, что Трамп станет президентом. Потому что для многих в Америке, да и во всем мире это стало шоком. Потому что думали, ну нет, Хиллари Клинтон все-таки обойти ему не удастся. А вот случилось то, что произошло. Ну, во-первых, то, что было тогда, в 2016 году, там были факторы, которые уже нарастали. Их значимость еще трудно было прояснить. Вот, скажем, элитарные исследования информации, которые занимаются утонченным политическим анализом, они вообще недоступны, так сказать, жлобской части электората. Ну, условно говоря, они не знают, не понимают, им не объяснить, даже на этом языке. Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост с их величайшими материалами, они просто стреляли в белый свет, как в копеечку. И поэтому они не произвели впечатления на тот электорат, который пошел за Трампом. А Трамп, с другой стороны, он сумел создать себе имя. И главный фактор Трамп, это был человек, который много появлялся на телевизоре. Во всех странах, во всех режимах. Когда человек появляется на телевидении, к нему более усиленное внимание. Вот, скажем, я знаю точный эксперимент, который построил один из медийных олигархов Украины, Вадим Рабинович. Он купил какой-то затрапезный кабельный канал, и на нем разместили его фотографию. Просто. И два месяца человек случайно кликал, попадал на эту фотографию. Там было написано «Вадим Рабинович». В результате его рейтинг на предстоящих выборах подрос на 12%. А он ничего не сделал. Так что Трамп с его шоу «The Apprentice» и плюс использование такого инструмента, как «Твиттер», потому что «Твиттер» на тот момент был на грани банкротства, но это потрясающий прямой инструмент для контакта с аудиторией, оказались факторами, победившими Хиллари Клинтон, которая была эпицентром устаревшей системы. Хиллари Клинтон в политическом климате того времени была чем-то вроде Брежнева в Советском Союзе. Застой. И тут появляется Трамп. Ну, что касается рейтинга Трампа на сегодняшний день, насколько он, вообще каков он, как вы его оцениваете? Вы знаете, в Трампе так много забавного, и он, когда слышит, что рейтинг не в его пользу, он говорит, что это фейк-ньюс, что это враги народа. Это все давно уже перестало быть смешным, но когда Fox News, это канал, который практически стал персональным средством промоушн президента, который, когда хочет, там появляется, он, кстати, не платит за это, а в демократическом обществе кандидат в президенты обязан оплачивать свое время, он гораздо чаще на телевидении появляется, чем Байден. И вдруг, когда Fox News стали говорить, что он отстает там на 12-14%, то он сказал, что вы не были бы там, где оказались благодаря мне. Надо подыскивать себе другой канал, сказал он. И на тот момент я уже знал, что он сделал ставку на новый канал, он не совсем стартап, он кабельный, у него аудитория 100 миллионов человек, у Fox News 300, они на первом месте. И Трамп, я совершенно убежден в том, что он, если он проиграет эти выборы, он не расстроится, он просто станет, он уже собирает деньги, станет главой новой телевизионной вот этой группы, она называется CONN, и они заткнут за пояс Fox News. То есть получается, что Трамп хочет стать мэрдоком в каком-то смысле? Вообще, в Америке телевидение делает гораздо больше денег, чем можно сделать в недвижимости. Вот у Трампа, там, скажем, под разным данным, ну, скажем, 3 миллиарда долларов, он за год сделает 10-15. Я вам приведу пример с мэром Нью-Йорка Майком Блумбергом, который вообще со своими деньгами поднялся над законом. Он оставался трижды на этом посту, хотя больше двух раз нельзя. А когда он поместил всё своё состояние под то, что называется blind trust, то есть став политическим деятелем, он не имел права распоряжаться своими активами, это делали люди вслепую фактически. Его состояние выросло за срок, что он был на посту, я сейчас точно вам не скажу, но примерно раз, раза в 4-5. И, конечно, маленький человек начинает думать, что он украл. Этих денег нельзя украсть. Вот эти 30 миллиардов долларов нельзя украсть у города Нью-Йорка, у которого весь бюджет соизмерим с этой цифрой. То есть Нью-Йорк – это всего 30 миллиардов долларов? Нет, побольше. Там, я думаю, что где-нибудь сейчас уже примерно 80-90. Но Блумберга уже давно с нами нет, как известно. Я имею в виду в качестве мэра. Сложно, мне кажется, говорить о свободе СМИ, учитывая вот то заявление, которое вы сказали, Трамп озвучил в отношении тех журналистов, которые сказали о рейтинге Трампа, и что в ответ он произнес, им нужно искать новое место работы, возможно. Что со свободой СМИ вообще сейчас в США? А вы помните фильм «Ночной портье»? Примерно сюжет. Это классический фильм, в котором 12-летняя девочка в концлагере становится жертвой нациста. Он ее насилует. Это жесткий фильм, гениальный совершенно. И потом кончается война. Она, конечно, вся травмированная. Ей уже 20 с чем-то. Она красавица. Она выходит замуж за выдающегося скрипача. И они приезжают на гастроли куда-то. И выясняется, что в гостинице, где не останавливается, портье тот самый, кто ее тогда пытал. И у них начинаются вот эти отношения не только master and slave, то есть хозяин и раб. Выясняется, что он, конечно, ее сломал, ее психику. Но на данный момент выясняется, что только между ними, возможно, это страшная больная любовь. То есть она готова уйти из своей счастливой жизни к этому человеку. Вот средства массовой информации и Дональд Трамп, у них те же самые примерные отношения, как в том фильме «Ночная партия». Средства массовой информации, такие как Washington Post, которая была местной газеткой. Она газетка была. Но когда они вскрыли Watergate, когда они показали миру, что такое Ричард Никсон, когда это подхватило все-таки New York Times, потому что Washington Post были слишком слабые. Washington Post стала общенациональной газетой. Сейчас мы живем при президенте, который объявляет врагами народа все средства массовой информации, которые говорят, что-то о нем нелицеприятное. Я отношусь к этому совершенно спокойно. Это как бы, ну как качели. Вот скажем, застой при демократах, коррумпированных, которые сделали лоббирование фактически легальным словом, привел к тому, что началось сопротивление общества в плане перебора политической корректности. И слово «либеральный» стало плохим, а слово «левый» стало плохим. Причем к этому провожили руку политические технологи. Если у вас будет когда-то время и интерес, я вам расскажу в деталях. Я знаю всю эту кухню. И на этом фоне, значит, Трамп со своей патологической верностью Твиттеру, который проводит больше времени, читая вырезки из журналов о себе и комментируя это в Твиттере, и он привел к тому, что внимание к тем, кто его критикует, выросло. Если бы не было бы Трампа, весьма возможно, что Нью-Йорк Таймс ушла бы в банкротство. То есть получается, что это в какой-то степени можно сравнить и со стокгольмским синдромом, вот эти отношения, когда заложники полюбили террористов. А если говорить о симпатиях к Дональду Трампу, потому что приходится слышать точку зрения, что русская диаспора или русскоязычная, точнее, диаспора, она симпатизирует Дональду Трампу в основном, в большинстве своем. Это соответствует действительности? Здесь тоже есть забавный парадокс. Вот, например, если спросить русскую диаспору, считает ли она Сергея Брина своим, они все скажут нет. Это создатель ГУ. Почему? А потому что он слишком большой. Если, я не знаю, взять, ну, любого вышедшего за пределы языкового чистокола, я это так называю, потому что не барьер, это чистокол, на нем головы, диаспора развешивает головы своих противников, то они все становятся чужими. Тут, когда говорят про русскоязычную диаспору, имеют в виду, в первую очередь, то, что я называю гетто. Это не оскорбительный термин, не унизительный, это не географическое место, это состояние ума человека, остановившегося в развитии, не способного к новому материалу, к открытому. Вот, когда появился Трамп, ну, я занимаюсь психологией, применительно к своей профессии, я просто был поражен, что первыми стали звонить ко мне в эфир бабушки, которые кричали, что не смейте говорить плохо о нашем президенте, что он хороший. Бабушки, ни в жизни не читавшие ни одного слова по-английски, ничего не знающие о политике, они нутром, как все старые женщины, во все времена почувствовали, что от этого человека исходит опасность. И поэтому нужно как можно ближе к нему примкнуть. И они это сделали. Ну, и, в общем, те, о которых вы говорите, Вадим, вот эта русскоязычная диаспора, это в основном люди сильно пожилые, которые живут в русскоязычном информационном пространстве, а здесь на них, конечно, оказывают влияние российские каналы телевизионные. Но как сейчас настроена ваша аудитория? Вы знаете, во-первых, как бы она ни была настроена, это ровным счетом ничего не изменит, потому что большая часть нашей диасфоры проживает в Нью-Йорке. Но тут, я думаю, что полмиллиона точно живет только в гетто. А Нью-Йорк никогда не голосовал за президента республиканца. То есть это неизбежно. Он слишком демократический город. Так что результат... Единственный, кто мог бы, кстати, изменить все, это Каньи Уэст, рэпер, муж Ким Кардашиан. Ну, конечно, он с поворотом на всю голову, но, в принципе, он мог оттянуть на себя голоса черных и латинос, потому что он выдающийся рэпер. И когда он сделал заявку, что он баллотируется в президенты, он уже опоздал, уже никто бы не смел такое сделать, а это не имело значения. Крайний срок подачи заявки в разных штатах разный. Он успевал это сделать в Нью-Йорке и успевал это сделать в Нью-Джерси. Оба штата демократические, и большое количество выборщиков представляет интерес электората в коллегии выборщиков. То есть шанс отобрать в этих штатах голоса у Байдена Каньи Уэст имел вполне реальный. Нью-Йорк, кстати, если я правильно помню, из-за поправки в Конституцию Российской Федерации тоже проголосовал против в большинстве своем. Это кто? Русские? Русские Нью-Йорки. Русские Нью-Йорки. Граждане России в Нью-Йорке, да. А, вы знаете, тут опять-таки те, кто проводят опросы о честном мнении, они порой знают, кого опрашивать. И от этого результаты меняются. У нас сейчас появился совершенно новый тренд такой в среде республиканцев. Когда их опрашивают, за кого вы будете голосовать, за Байдена или за Трампа, они говорят за Байдена, потому что они хотят показать всему миру, что современные СМИ не ведают земли, так сказать, по которой ходят. А потом они проголосуют за Трамп. Ну вот я перепроверила. Сейчас действительно в Нью-Йорке большинство проголосовавших россиян выступили против поправок в Конституцию. Так что действительно была такая информация о Нью-Йорке. Напомню, я телефону прямого эфира в нашей студии. Нам также можно звонить 672 12 93 9 и 672 13 93 9. Пишите нам также в WhatsApp 2 30 6191. Журналист Сева Каплан из Нью-Йорка к нам выходит на прямую связь. Говорим мы о ситуации там. Ну вот, кстати, в преддверии вообще выборов идет ли со стороны Трампа сейчас какое-то подведение, возможно, итогов его президентства? Пытается ли он в этом смысле как-то все обобщить, может быть, потому что он вот недавно заявил, что главная ошибка США – это отправка войск на Ближний Восток. Ну вот там не своего даже, может быть, президентства в целом. Вот пытается ли он как-то итоги подводить? Анализировать холодным рассудком то, что делает Трамп, это, ну, так же бессмысленно, как чистить зубы на расстоянии. Потому что Трамп – мастер создания хаоса. Он по-другому просто не умеет. Он не генерирует своих мыслей. Я это говорю не как антитрампист, а просто спокойный созерцатель. Я, кстати, сделал вещь, которая вообще для ведущего негожая. Я сказал, что я буду голосовать за Трампа, хотя он вызывает у меня отвращение. Почему? И тем самым я сразу поставил в тупик обе крайние, так сказать, стороны. Крайню правую, крайню левую. Как-то так. Но дело в том, что большая часть американцев голосует или за меньшее зло, или за страну в первую очередь. Сегодня страна на фоне беспорядков и примкнувших к ним мародеров и бандитов находится в состоянии чрезвычайно близком реально гражданской войне. Вот в нашей гражданской войне в Америке три четверти населения погибло. Почему это реально? Почему я не нагнетаю, как бы, а просто потому, что цифры смертей в гетто, где я имею в виду и латинос, и черные, намного выше, в 3-4 раза выше, чем в белом, в белых районах. В силу разных причин. Во-первых, у белых, особенно в Манхэттене, есть дачи. И они просто бросили Манхэттен, абсолютно дезертировали. Во-вторых, средний класс и чуть выше могут работать дистанционно. Гетто обычно должно ходить на работу, так что у них стало меньше дохода. И плюс они не читают газеты, не смотрят телевидение, они слушают музыку свою и не знают, что надо социально дистанцироваться. Поэтому смерти подросли. Когда Трамп говорит о том, что вот Афганистан, это он делает выпад в целом против своих предшественников, хотя на самом деле скорее можно отнести наш провал в Афганистане, наш американский, за счет республиканской партии. Потому что если бы, например, не был убит Саддам Хусейн, что произошло при Буше во втором, то не породилось бы те, кого я называю «Исламское государство в государстве». Я их называю «Игуго», как в сказке Корнея Чуковского. Потому что одно за собой повлекло другое. Но это не имеет значения. Трамп переводит стрелки на кого хочет и успешно. Напоминаю вам, что когда его должны были выбирать, он сказал, если я выйду на пятую эвен и убью человека, то мой электорат не будет против. И он таки оказался прав. Но ведь интересно, что Дональд Трамп – миллиардер, очень богатый человек, светский, гламурный даже в какой-то степени. А его электорат – это как раз люди, скажем так, с невысокими доходами в том числе. Вот как так получилось? Получается, что это игра на противоречие в какой-то степени? Вадим, вообще я очень много знаю про семью Трампов. И в частности, начиная с того, что я прочитал его книжку «Art of the Deal», которая написана была в 87-м году, не им, искусство сделки. Я знаю историю его создания денег отцом его, Фредом Трампом. Я прослушал книгу Мэри Трамп, племянницы Дональда Трампа, которая является человеком обиженным и членом семьи, поэтому ее нельзя назвать остраненной, но она клинический психолог, доктор наук, PHD. И ее анализ, вот у меня жена психолог профессиональный, вызывает у нас доверие. Значит, единственное, на чем Трамп сделал деньги, реально, это на своем имени. Причем имя ему сделал его папа. Папа, в то время, когда Дональд формально как бы выполнял какие-то обязанности, он у него был как посаженный генерал, он приезжал в офис, делали все, люди другие делали. Папа сделал миллиард долларов, в то время как официально считалось, что у него где-то в районе 30 миллионов. Миллиард. Большая часть этих денег переводилась вполне легальными, где-то вполне нет, способами под управление Дональду, потому что Дональд был его главной и любимой. Остальных детей он вообще и внуков в грош не ставил. И потом наступил момент, когда уже постаревший папа стал всем рассказывать, что его сын гений, что он сделки совершает как никто. Он ему создал имя. В результате Дональд Трамп стал продавать имя Трамп и деньги он делал, размещая свое имя на фасадах зданий во всем мире, не вкладываясь фактически в строительство. Это все делали другие деньги. Своими деньгами он ничего не строил. Потому что вот это, его имя, оно сделало ему эти деньги. И плюс телевизор, конечно. А популярность все-таки у среднего класса, даже не у среднего класса, а у тех слоев, которые ниже среднего класса. Чем это можно объяснить, учитывая, что как раз Дональд Трамп по логике, даже если с точки зрения классовой борьбы, должен вызывать отторжение у другой части общества? Ну, надо тогда разбивать, Вадим, на разные подгруппы. Скажем, если взять реднеков, это понятный термин, я не знаю. Да, реднеки это... Те, у кого с солнцем обожженная шея, потому что они работают в рубашках. Ну, это уничижительный термин в Америке. Реднеки обижаются на это. Ну, почему оно? Когда-то, я не знаю... Когда-то людей с нашей с вами стрижкой, Вадим, называли лысыми, и это могло быть обидно. А сейчас половина мужского населения ходит с бритвой головы. Это модно, теперь это уже другой статус. Статус, да. Ну, короче, establishment, застой, демократы, безусловно коррумпированные. Самый чемпион по коррупции, это, конечно, город Нью-Йорк. И все это было непробиваемо, и казалось, что не будет этому конца. И вдруг появился этот человек, который один, невзирая на свою партию, которая явно не хотела. Республиканцы не хотели, чтобы Трамп становился. Он поднялся над ними, он использовал их, подмял под себя, сделал из них инструмент для развития бренда. И, конечно, умные, деловые, средний класс и высшие, богатые люди, они это ценят. И для них это человек, который умеет создать актив из пассива. Обычно такие вещи не анализируются. Но при таком человеке эти люди будут чувствовать себя благополучнее. Это один фактор. И второй очень важный. Реформа системы налогообложения, которую провел Трамп, она в первые 2-3 года работала на бедных и на средних. На средние классы. А последние, то есть весь цикл 8 лет. Начиная с 5 по 8, эти люди будут получать весь навар. Те, кто богатые, потому что налоги снизятся им максимально именно в это время. Но для этого он должен остаться на второй срок. Поэтому они поддерживают его. Байден все это законодательство перевернет в обратную сторону. Много звонков у нас, радиослушатели? Да, будем принимать. Здравствуйте. Слушаем вас. Добрый день, Александр. Добрый. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот я читал воспоминания его менеджеров, которые с ним работали. Они вообще рассказывали чудовищные вещи. Что они ему говорили, нельзя делать того, что он делал. Он из-за этого 4 раза банкротился. И вот тем не менее, это парадокс. Все-таки его выбрали. Что здесь главную роль играет? Или средство массовой информации, или вид у него такой респектабельный. То есть здесь, так сказать, деловые качества его совершенно не играют роли. Тем более, что действительно вы сказали, что папа ему обеспечил все фактически. Дал ему в 28 лет фактически на блюдечке с голубой каемочкой. Огромочкой, огромнейшие, так сказать, возможности и состояния. Да, спасибо вам. Отличный вопрос. На самом деле, я практически в первой части нашего разговора сегодня ответил на большую его часть. Так что человек просто хочет услышать подтверждение, потому что он правильно все воспринял. Ну, Трамп в молодости был очень интересный внешне. Очень общительный. В этой книжке «Art of the Deal», он, кстати, главная мысль, которая мне запомнилась, 87-го книжка, он сказал, что когда ты только начинаешь, ты должен все деньги потратить на то, чтобы снять хотя бы маленькую квартиру, но обязательно в доме, где в лифте ездят богатые и влиятельные люди. Им некуда будет деваться. Он купил эту маленькую квартиру, но не сам, деньгами папы. И Трамп, он как бы, ну вот есть тусовка. То есть это понятие сейчас универсальное, международное. Он был корифеем тусовки. И поэтому у него, его связи со всем миром, плюс он еще и в индустрии развлечений был занят много. Это импонирует, конкурсы красоты, все три жены манекенщицы, сейчас называют модели, все, кстати, три чешки. Вот что интересно, чешки, словачки. В общем, он симпатичный парень. И это люди, еще вот какой момент, вот скажем, существует дезинформация, есть мисинформация. Я думаю, что мы понимаем эти термины, да? Мисинформация содержит в себе элементы правды. Дезинформация нет. А человеку, у которого нет опыта аналитики, который привык верить тому источнику, который ему нравится, вот скажем, Аня, вы кому-то нравитесь, и что бы вы ни сказали, это будет хорошо. А я кому-то не нравлюсь, я могу сказать то же самое, что и вы, и они воспримут это как плохое. То есть, так что в основном человечество сейчас стало жертвой мисинформации. Иногда это исходит от одного человека, как в случае с президентом Трампом. Иногда это исходит через телевизионные каналы, потому что руководство так желает. То есть, тот, кому мы симпатизируем, в априори прав будет, независимо от того, что он говорит. Запросто. Вот я могу привести, легче донести такой материал, как негативный. Скажем, патологическая ненависть к Джорджу Соросу. Корень ее изначально заключается в том, что Сорос однажды, сыграв против фунта стерлингов, за сутки сделал миллиард. И поэтому его сразу стали готовы ненавидеть те, у кого нет денег. А потом Виктор Урбан, который был уже президентом Венгрии, он в принципе типа Муссолини такой, фашистующий, его в стране не любят. Он на второй срок хотел выбраться, а сопротивления не было. То есть, не было политического деятеля в стране, который мог бы ему противостоять на этом фоне. Бездействие электората могло бы привести к случайностям. И тот, кто поэнергичнее, помоложе, мог бы отобрать у него эту позицию. Он нанял двух очень грамотных политических технологов американских. Один из них работал еще с Рейганом. Его фамилия Финкельштейн, второго зовут Бирнбаум. Кстати, Финкельштейну принадлежит девиз «Let's make America great again» – «Давайте сделаем Америку снова великой». Трамп, когда его себе взял, он не помянул почему-то, что это у Рейгана был этот девиз. Вот, и дальше эти двое, нанятые Урбаном, стали создавать демона на пустом месте. Демоном они выбрали Сороса, который венгер по происхождению, венгерский еврей, но там не живет. Самый дикий парадокс, с которым можно стать человеконенавистником, это то, что Сорос даже не хотел баллотироваться. То есть, они сделали из него чудовище, которое находится извне, и своими деньгами, щупальцами хочет изменить страну. Поэтому народ, напуганный демонизированным образом Сороса, страшно желал примкнуть к сильной руке, которая была под рукой. Это ведь классическая схема, описанная еще Джорджем Морролом, двух минутки ненависти в отношении оппозиционера Голдстейна, который на самом деле и не существовал. Для того, чтобы был враг по системе, и система могла бы к себе привлекать адептов. У нас, кстати, еще звонок, примем его. Здравствуйте, как вас зовут? Слушаем вас. Добрый. Вот я вижу, что у президента Трампа есть одна особенность, которая отличает его от всех остальных американских президентов до последнего времени. И в большей степени от президентов, ну, не знаю, европейских, в первую очередь, власти. Он, я бы сказал, независим. Независим – это когда-то что хочу, то и ворочу. То есть, в том плане, что нет у вас на меня никакого влияния. Если я посчитаю, что так нужно сделать, я буду этого добиваться. Мы знаем, что в Латвии таких президентов не было, и премьеров не было. Мы прекрасно знаем каждого человека, от кого он зависел. Да, то же самое можно говорить и про европейских лидеров, там, французов, поклонов Меркель, так сказать, и не говоря уже об английских. Вот это вот его отличительная черта. Что хочу, то и ворочу. Спасибо. Ну, что я могу вам сказать. Во-первых, вы отметили правильно, но есть исключения из этого правила, исключения отвратительные. Он не ведет себя, что хочу, то ворочу, ни с Путиным, ни с Кимом, главой Северной Кореи. Более того, он под них настолько пригибается, что здесь анализ и знание истории семьи Трампа, проведенный Мэри Трамп в ее книжке «Наша семья воспитала самого страшного человека в мире», подтверждает смело вывод, что папа показал ему, что тот, кто не умеет вести себя сильным и влиятельным, как, скажем, старший брат Фредди, старший брат Дональда Фредди, он вообще умер в 42 года, и отец его ненавидел, он ему денег не давал. Фредди единственный, кто действительно чем-то стал в их семье, остальные все были раздавлены. Поэтому, если бы Трамп себя вел так, как он ведет себя со всеми, включая британскую королеву, старшую его на 30 лет, которую он оттеснил, оттер назад, ну это такой жлобизм, который просто невозможно оправдать. Но почему-то с маленьким Путиным он ведет себя как укращенный кролик. Вот почему. А чем это можно объяснить, вот, кстати? Интересно ведь. Потому что он трус, и если на него рыкнуть, то он сразу подожмет хвост. И это понятно. А что может ему сделать Путин? Вот если посмотреть с точки зрения даже экономической мощи, военной мощи, в конце концов, Америка впереди, Россия, это не секрет. В том-то и штука, что сам Путин ему сделать ничего не может. Более того, санкции против России при Трампе, в этом трудность понять этот психологический аспект, они усугубились на фоне предыдущей администрации. Но Трамп, можно сказать, уличное слово писать в эфире у вас? Да, можно, но тем более не расслышать. Трамп сыт Путина. Понимаете? Это самое короткое и точное. Он чует в нем духовитость. Вот как вот на зоне, скажем, тщедушный старик может держать всю зону в кулаке. Он чует пахана. То есть получается, что Путин в этом смысле действительно фигура, с которой считаются? Потому что может быть, конечно, в негативном ключе, но тем не менее, можно ли это назвать уважением по отношению к Владимиру Путину? Нет, это скорее подхлимаш преклонения. Но оно избирательное. Это только со стороны президента. Потому что грамотные политики, которые, кстати, окружали Трампа в Белом доме, и они ему не понравились, потому что они ему говорили об этом. Они потеряли свою работу, свою позицию. Нет, Путин тонкий психолог, грамотный, опытный, умный, опытный менеджер. Безусловно, знает, как обращаться с толпой. И меня в его феномене больше всего поражает то, что при Путине фактически искоренена кухонная фронта. Вот раньше интеллигенция сидела на кухнях и судачила по поводу лидера. А сейчас, когда я бываю в Москве, то они все спешат сказать, что про нашего президента плохого не надо. На всех уровнях. Ну, когда представители стран Балтии, лидеры стран Балтии ездили к Трампу в Белый дом, то там, конечно, немножко другой был подход со стороны Трампа в отношении лидеров этих стран наших. В том-то и дело. И, кстати, еще разговор его с Зеленским, он тоже неправильно понят. Потому что, понимаете, существуют жесты, существуют термины, существуют понятия. Есть вещи, которые не надо проговаривать. Типа, господин Зеленский, вы, пожалуйста, распорядитесь, чтобы найден был компрометирующий материал на Джо Байдена, который, значит, устроил своего сына в буризму, где он получал 50 тысяч долларов. Вот примерно такая схема, вам донесет ее Руди Джулиани. Нет. Трамп сказал, do me a favor, сделайте мне одолжение. Это язык, который не понимает ни в оригинале, ни в переводе Зеленский, даже если бы он понимал английский язык. Потому что у слов есть подтекст. Но, тем не менее, вы голосовать за Трампа будете. Но если не... Я не почувствую в последний момент, что ситуация стала менее взрывоопасной, потому что все-таки, знаете, на таком пике напряженности, когда существует народ, это насыщенность, которую люди уже не выдерживают. Вот я вам приведу пример, когда, скажем, в Израиле, что неделя по два автобуса с детьми взрывали террористы. Приходит такой момент, когда ты уже воспринимаешь информацию эту спокойно. Вот и в кино такой приходит момент. Тебе показывают каждый день сериалы, как там льется кровь. И тебе уже надо, чтобы ее было больше. Потому что остальное на тебя не производит впечатления. Так что если народ присытится своими акциями, хотя, конечно, крайний срок, это как финишная ленточка, 3 ноября, он манит к себе. Но если эта ситуация будет менее взрывоопасная, то я тогда не буду голосовать за Трампа. Но я думаю, что рейхстаг, который сожгли немцы в 1933 году, чтобы фашисты пришли к власти, он еще ждет своего поджигателя. И, кстати, Шпигель на прошлой неделе сделал статью, в которой на обложке, Шпигель, это самый влиятельный журнал, который работает в основном на немцев, они понимают, как приходят к власти те или другие диктаторы. Он разместил Трампа со спичкой в руках. Ну просто в серых, как известно, всегда приходят черные, об этом еще Стругацкие писали, в «Трудно быть богом». Вот Трамп, если обратиться к классикам мировой фантастики, он серый все-таки еще? Вообще, Вадим, на самом деле, черное осталось только в квадрате Малевича, а мир состоит из 50 оттенков серого. Сева, на вас ведь было пару месяцев над покушением. Готовы ли вы об этом рассказать? Не связано ли это с вашей журналистской работой? Два года назад было. Нет, сейчас полтора, да. Я не знаю ваш формат. Три-пять минут. У нас осталось секунд сорок, наверное. Ну, наверное, да, минута у нас осталась. Ну тогда я за полминуты расскажу. Я спровоцировал интерес к себе со стороны тех, кто хотел сделать независимую газету на русском языке в Америке. Я спровоцировал для того, чтобы создать спектакль. Я поехал на встречу с человеком, объяснив ему, по какому маршруту я буду ехать. Я ехал на велосипеде вдоль центрального парка в центре Манхэттена. И я не знал как, но я знал, что я не должен доехать. И из-за угла выскочил таксист, а когда ты из угла выезжаешь, то поворот делаешь, что там обязательно будет красный свет. У тебя был зеленый, ты повернул, тут будет красный. Там спешить было нечего. И он ударил меня в спину, я перелетел через перекресток, попал в госпиталь, позвонил человеку, с которым у меня должна была встреча в отеле Ритц. И он не поднял трубку. Он никогда больше не поднял трубку, когда я ему звонил. Но скажите, есть тут перебор в моем анализе? Совпадение? Не думаю. Помните, как говорил один известный телеведущий? Говорит сейчас, кстати. Ну что ж, время нашего эфира, к сожалению, подошло к концу. Спасибо вам за то, что рассказали эту историю о завершении. Журналист из Нью-Йорка Сева Каплан стал гостем программы «Абонент доступен». Спасибо вам. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова